Мы вот дождались. Сегодня у нас 3 сентября 2018 года. Нашелся человек, едет туда, Андрей Остинов, нашу маленькую морковь отправить. А то на нашей газели-то все не успеваем. Так, Надежда Остиновна, отойди в сторонку. Володя там разберется. Знаете, еще картошка у Люды и морковка. Виктора Андреевича везем. Ну понятно, молодцы. Заказывайте машину. КамАЗ лучше всего. С долгушей. 6 метров длины. Нам тебя разгрузить, а потом мы уже поем, картошка будет. Уйди с дороги-то. А то сейчас помешаешь. Володя начал работать. Он вовремя успел. Ночью приехал сегодня. Молодец. Я тут на морковке-то натискался, подняться не могу. Позвоночник-то еще 2 грыжи до 1 операция. Все тяжело. Это тяжело. Помидоры. Это помидоры. И там банки. Помидоры отдельно надо. Помидоры там. Ну оставлю место прохода. Андрюшенька, у меня еще банки. Надежда Васильевна, отойди в стороночку, пожалуйста. Банки с солониной и с этой. Ну давай. Мешки-то спустите. Так. Подписаны они у них. Там разберутся. Надя, ты грузине разговаривай, пожалуйста. Мед куда поставишь? Ну я ничего не могу сказать. Опоздавший, говорит, не успевший. Так и будет. Вот такая машина приобретена. Ну маленькая. Ну кое-что увезет. Вот это вот Надежда Васильевна. Коробочка. Из мертвых душ. Все в ней по коробочкам. Порядок любят. Еще потяжелее там схвати. А по остальному это сверху. И сразу ехать туда погрузить картошку. Надежда Васильевна. Вот это помидоры, там помидоры. Где? Вот здесь везде помидоры, да? Так, здесь постарайся в стороночку отойти. А остальное все можно вставить. Но меня спрашивают, я отвечаю. Подожди. Залазь туда, там отвечаю. Вот так можно, да? Ага. Здесь тоже помидоры, да? Нет, это не помидоры. А все на остальное можно вставить. Ага, можно, можно. Это вещи, на которые... Так, место оставьте посередине для картошки. Вот смотри. Вот эти вот... Андрюша, ты делай свое дело. Не смотри на это. Ага. И вот это место. Вот место. Вещи мои. Ну, вот хорошо к стеночке его. Ну, по далекам можешь. Да, да, да. Так, постарайся отойти. Не оттащить тебя. Ты готова машину любишь. Игнатий. И он самый. Подожди, мои вещи грузят. Я должна распорядиться как, куда, чтобы... Вот это беда вся. Грузите все только с тобой вместе туда. Отойди, пожалуйста. Все равно погрузят, довезут. Еще и капризы какие-то. Зачем это нужно? Причем тут капризы, если я... Ну, еще раз говорю. Ты уже надоедаешь водителю-то. Пожалей его. Сказала и отошла. Все, с Богом. Он что, глупее тебя разве водитель-то? Это наверху, наверное, там понатолкая. Середки-то картошки сколько возьмет. А то мы ничего не увезем опять. Там все написано, скажи, на коробках написано. У нас картошки не так много там. Лучше матушки захватить, которую Виктор Андреевич она хочет отправить. Все. А где она, мама-марковка? Там моя картошка. Возле батюшки стоит. Ну, давай, узнаем, сколько она туда отправляет. Она написала ему? Да, там написано. Ну, и так и сделать. Сколько она отправляет-то? А это-то что считать? Не пойму, сколько она мешков отправляет? Восемь. О, восемь. Ну, у нее там они по два ведра, наверное. По три, наверное, она вряд ли. Ну, это мешки не считать. Мешок это шесть ведер. Наш отец с одной рукой носил. Вот так. Готовимся на десятое число выезд. Благословенное было лето. Очень хорошее. Гости были у нас. И с Украины были. Ты еще до десятого числа, ты еще будешь толкать эти вещи? Или все? Володя, вот же морковка. Горячка соснула. Все, крылья свалилась. Гвозди торчат. Как тут не упасть? Не дай бог, а то вот сломаешь шейку бедра, эта беда-то будет огромная. Гнилье под ногу. Убери оттуда ее, убери, сейчас же, убери. Ты же на нее наступишь, а она никуда не годится. Надежда Васильевна хорома. Вот у нее дети, зал целый. Зал для царства у нас так назывался. Все. Володя, садись на машину. А я на велосипеде поеду. Вот я покажу сейчас Надежда Васильевна домик. Слава Старков, молодец, построил. Тут и скворечник у нее есть. Вот оно где. Вот тут. Это подъехали к батюшканому дому. Матушка ему врачу нашему отправляет. Столько он добра делает для нас этот врач, не выскажешь. Там им скажешь, незавязанный мешок это наш, один. Я и не знал, что там незавязанное. Это батюшкин дом. Хороший дом. На верху молятся зимой. Вот он как. Сам каменщик тут приезжал, один помогал им. Что-то с теменем или откуда. Батюшке берез столько. Раз, два. Это он все насадил. О, такие выросли. Выше дома. Ну, и комбайн готовится. Молодец. Чуть-чуть, маленько проветрило. Скорее убирать. Это Игоря Барабаша, техника. Начинал с нуля. Вот трудяга. Он когда ложится спать, никто не знает. Ну, и езжать-то за счет скотины молочной. Каждый вторник они ездят. А там он действительно, это храм у нас потеряет. И сегодня 3 октября. Это мешок у них такой. Постепенно русский человек вымрет. На одном ведре. А там, видать, машина. Машина сейчас. Барабаша. Все в Барабаша. Теперь мы на тележке сюда ей повезем. Что там осталось? Так, все? Говори. С миром. Ну да. Ну, поговорим. Ну, по... Конечно. Спасибо, Христос. Так, сейчас у нас отправляют машины. Надо его принять. Где ключ кто знает, там Миша, чтобы занести с улицы-то. Андрей выезжает, и мы кое-что посылаем свое. Виктору Андреевичу картофель, морковку. Машина сейчас отъезжает. Они зайдут в калитку и около входа в храм, углярочка, там оставят. Ну да, внутрь, потому что ворота-то не открыть. Все. От калитки есть, я дал ключ Андрюше. Все. А ворота не открыть. Вот, пожалуйста, у меня. А все это... Конечно. Ничего себе. Хорошо, хорошо, хорошо. Я сейчас же прямо... Вот только отправим. Так, Андрюша. Попросит это. Игорь, постой-ка минутку. Скажи Андрюше. Да-да, слушаю. Девчонок насчет девчонок. Да. Ага, смирим. Да-да. Заботятся как. Нет, я не один, я там с Иосифом. Ну мы просто разгрузим, как нам объяснили. Во двор, в кучу все сложим и уедем. Чтоб девчонки ходили на занятия. Вот все. Да, ну... Там в углярку-то войдет, не войдет. Так, идите, грузите тележку. Тележку грузите и сразу отвезем. Пообедаем и повезем. Нет, я ничего не знаю. Мне только дали отколитки. Заботьтесь о Игоре, чтобы ходили на занятия в воскресенье. У Андрея там две девочки. Лиза и... Лисавета и Анфиса. Ну не могу я заехать, мне ключи в отворотник не дают. Так, иди помогай, там что скажешь, грузить-то. Я сказала уже. Все. Все. С Богом. Ну все, да? Все, да. Ну давайте с Богом. Он говорит заехать. Я говорю, как я? Ворота закрыты. Закрыты? Никак. Если кто-то пришел бы открыл, это дело другое. Да рядом разгрузите, да и все. Так, садись. Дальше ни шага. Не думай за ворота выходить. Ты понял? Не подходи к НД. Все, мой сарай. За туалетом мой сарай. Так, садись, Андрюша. Все, привязывай. Захомутать тут надо, наверное, привязать. Андрюша, если не будет дождя, то прямо на крыльцо все картошку, морковку, а Миша Корековца придет и все занесет завтра. Игнать, мы даже во двор не сможем заехать. И эта рука не может. Таскать ее здесь ворота, в сарайки, что ли, все эти мешки. Во двор заехать не сможете. А где ключи-то? Они же там ключи. Андрюша, давай. Езжай с Богом. Андрей, так, смотри, сколько взял. Игнать, да как же они таскать на руках-то будут такую даль, а? А что так тихо кричишь-то? Громче, чтобы в Барнауле слышали. Ну, что... Ну, так ты не слышишь, я поэтому... Ну, не надо, не слышу-то. Услышал, так кричишь. Ну, езжай, разгружать будешь. Игнать, ну, как-то надо же ворота-то открыть, чтобы они заехали. Ну, все, я согласен, открывайте. А где ключи-то? А вот и никто и не знает. За малым дело стало. Там, кто знает, тот не придет, наверное. Миша, чтобы пришел, звони ему. Он сказал, к шести подойду только. Нет, это поздно. Придет и откроет, и тогда занесет. К шесть-то пусть приходит и вещи разнесет. Но он шесть и придет. Под пол скинут, под пол-то, а там мы уже заберем, придем, разделимся. Ну, поздно. Вот так. Хорошо.